Объявление о поиске сотрудника на личной странице в фейсбуке вызвало недовольство трудовой инспекции. Автор, например, не указала размер зарплаты и само объявление разместила на русском языке. А что нельзя и с каких пор трудовая инспекция контролирует вопросы языка, выясняла Евгения Копылова. Друзья, срочно ищу себе помощника. Далее требования к претендентам и условия работы. Этот пост в социальной сети Facebook попал в поле зрения трудовой инспекции. Прислали письмо. Рижская региональная трудовая инспекция проводит проверку в связи с объявлением о работе, размещенном на электронном портале Facebook, которое опубликовала Ольга Коноплова. Объявление было выставлено на русском языке. Также не были соблюдены нормы закона о труде. Одна из претензий – при поиске сотрудников нельзя необоснованно указывать пол. Это автор в публикации уже исправила. Также в посте не указана зарплата, что тоже является нарушением. Но ведь это личная страница в Facebook. Ольга Коноплова, автор поста, с претензиями не согласна. Но у трудовой инспекции ответ такой. Физическое лицо или юридическое лицо, как потенциальные работодатели, обязаны соблюсти закон о труде и указать ту информацию, которую требует закон о труде. Вне зависимости от того, объявление публикую я в соцсетях или на какой-то сайте трудоустройства. Если конкретные нарушения закона о труде, инспекция подкрепляет ссылками на конкретные статьи закона, то вот с использованием русского языка в объявлении сложнее. Это моя личная страница. Первое, я пишу на русском языке, потому что я на нём разговариваю свободно. И поэтому я публикую на русском языке. И это не объявление, это просто информация. В законе о труде, соблюдение которого контролирует инспекция, не указано, на каком языке должно быть объявление о работе. Официальное или нет. Тем не менее, инспекция требует от Ольги предоставить объяснение, почему предприятие не соблюдает. Цитата. Требование госязыка. Что это значит, в инспекции объяснять отказались. Комментарии по конкретному делу могут давать только после его закрытия. В законе о труде не оговорено, на каком языке должно быть сообщение о вакантных местах. Но всё-таки, так как это является вал с Володой с вопросами, значит, надо было обращаться отдельно к вал с Володой с инспекцией. Сейчас пишем ответ, чтобы нам объяснили, что же я всё-таки нарушила. В центре госязыка говорят, что требования о том, на каком языке должно быть объявление о работе, всё же есть. Они записаны в законе о госязыке, а эта информация может подаваться на разных языках. При условии, что на государственном тоже. Однако, когда речь идёт о Фейсбуке, всё не так однозначно. Фейсбук всё же место для социальной связи. До конца, на самом деле, это не может быть урегулировано в понимании закона о государственном языке. Это нужно оценивать. Если это единственное место, где есть объявление, то случай надо рассматривать отдельно. Сказать, что во всех таких случаях мы бы применяли штраф, я не могу. Если объявление есть в разных местах, мы бы оценивали то, которое размещено в другом месте, не на Фейсбуке. При этом штраф, который может применить Центр госязыка, от 35 до 140 евро для физических лиц и от 140 до 1400 евро для юридических лиц. Впрочем, объявление не на латышском не такая уж редкость. Даже у агентств прикрутингу. Примерно в третьей части объявлений есть не только латышский язык. Туда же входит и объявление только на иностранном языке. Чаще всего это английский. Это большие международные компании. Своим клиентам мы советуем предоставить возможность перевода и на латышский язык. Вот, например, известная компания. Перевода на латышский нет. Как говорят в Центре госязыка, любое такое объявление на сайте по подбору персонала чревато штрафом. Или хотя бы предупреждением. Тут без исключений. Евгения Копылова, Мария Сюргенсон, Слатвийское телевидение.